Привет, друзья! Меня зовут Зеленский Максим и сегодня у нас распаковка телемедицинского тонометра, первого в России телемедицинского тонометра. Телемедицинский это значит с возможностью передачи данных на сервер в облако и обработки последующих этих данных и возможность работы с врачом в удаленном режиме. Давайте же посмотрим, что здесь у нас предлагается. Тонометр называется Гемодин, производит его компания Аксма, это российская компания, которая производит приборы Гемодин и Гемокарт, это электрокардиограф и тонометр, который измеряет артериальное давление. Все у нас упаковано в такую вот коробочку, признаться я уже вскрывал ее, это не первый раз я открываю, я пробовал разобраться еще до съемок, чтобы съемка прошла более гладко, поэтому здесь нет пленочки, но однако же постараемся показать вам все равно как это выглядит, как тонометр упакован. Вот, здесь у нас есть телефон, кстати лежит не зря, а именно с этим телефоном будет работать тонометр и передавать на него данные, но это чуть позже. Здесь у нас есть манжета, здесь у нас есть сам тонометр и здесь у нас есть кабель. Коробочку пока отложим. Вот, давайте сразу посмотрим, как выглядит тонометр, само тело, что называется, вот этого вот прибора. сердце этого прибора. По сути тонометр очень похож на классические тонометры, которые мы все с вами привыкли видеть. Я вот здесь вот для сравнения взял тонометр AMD, который, кстати, довольно распространенная версия, она тоже имеет Bluetooth и тоже передает данные на, может передавать данные на мобильное приложение. И вот, как видите, форм-фактор, он схожий. По качеству исполнения, надо сказать, сделано довольно-таки неплохо. Пластик качественный, гладкий, здесь есть резиновые такие подставки, чтобы устройство не скользило и мягко стояло на столе. Тонометр не имеет здесь батареек, которые меняются. Здесь есть встроенный аккумулятор, который заряжается кабелем Type-C. То есть тонометр уже нового поколения, здесь уже не идет microUSB, здесь идет Type-C. Ну и, соответственно, никак у некоторых, не будем называть вслух производителей крупных, здесь есть такой вот адаптер, который идет сразу в комплекте. Манжета здесь имеет тоже довольно стандартный вид. Она, ну это стандартная манжета, такая же, очень похожая на вот манжету от японского производителя. Нам нужно здесь вот соединить коннектор, который соединяется, он пластиковый, с резиновой такой вот прослойкой. Надо сказать, выглядит не очень надежно, на мой взгляд. Ну так, сидит плотно, но, как мне кажется, что сильно часто его нельзя будет соединять. Вот здесь, допустим, для сравнения, немножко другая система. Хотя, надо сказать, тоже выглядит это не супер надежно, но вставляется довольно плотно. Данный тонометр работает по методу осциллометрии. То есть это такой стандартный метод, который используется во многих тонометрах. То есть, когда мы надеваем манжету, накачиваем, тонометр накачивает, нагнетает воздух. Воздух этот вот сдавливает руку и начинаются пульсации кровеносных сосудов. И эти вот пульсации улавливаются очень высокоточными такими датчиками, которые находятся здесь, внутри манжеты. Так вот, этот тонометр построен по такому же принципу, как и другие тонометры. Но, надо сказать, что он имеет большой плюс, что он записывает пульсовую волну в свою память. И хранит эту пульсовую волну и обрабатывает данные уже на сервере. Ну, давайте посмотрим, как работает сам тонометр, как он измеряет давление. Надевается обычная манжета, как у всех обычных тонометров, на плечевую часть руки. Кстати, кардиологи рекомендуют измерять давление именно в этой части руки. Якобы оно наиболее точное. Можно, конечно же, есть тонометры, которые измеряют на кисти, но не всегда рекомендуется это делать. Потому что здесь, якобы, давление, артериальное давление менее точное. Включаем тонометр. Здесь небольшой черно-белый экранчик. Показываются сразу измерения прошлые мои. Замеры показываются заряды, уровень батареи. И показывается, что включен Bluetooth. Про Bluetooth я еще дальше скажу. Ну и пробуем измерить. Нажимаем один раз кнопочку. Идет накачивание воздуха. Конечно же, при измерении давления говорить нельзя. Но я все-таки поговорю, чтобы вам было не так скучно. Здесь прикол в том, что этот тонометр измеряет артериальное давление именно при нагнетании воздуха. Это очень удобно, потому что большая часть других тонометров измеряют давление при... То есть они сначала накачивают максимальное количество воздуха. А потом спускают потихонечку воздух. И при спуске измеряют уже колебания артерии. Здесь же это происходит при... Вот, смотрите, мое давление. 126 на 78. Здесь же это происходит при надувании манжеты. И тем самым это гораздо более комфортно, я вам хочу сказать, чем при использовании обычного тонометра. То есть надувается, а потом резко спускается. Еще очень интересной особенностью является то, что здесь есть режим измерения серийного артериального давления. Опять же, есть такое мнение, что первое измерение, оно не совсем точное. То есть когда человек приходит, усаживается в кресло, он двигается, он надевает эту манжету, как правило, с ней борется. Тем самым он повышает у себя давление и разгоняет кровеносную систему во время этого движения. И первое измерение, оно может быть неточным, оно, точнее, даже может быть завышенным. Поэтому здесь применяется такой метод серийного измерения. Измерение происходит три раза с интервалом примерно в 40 секунд-минуту. При этом, давайте сейчас не буду говорить, чтобы измерение было точнее. 124 на 57, пульс 77. И так как здесь использовался режим серий, тонометр определил, что разница между первым моим измерением и вторым минимальная. И тем самым сделал такое некое среднее значение. Если бы давление второй раз у меня отличалось серьезно от первого, то он бы еще измерил третий раз. Тем самым серия бы состояла из третьего раза, а иногда даже из четвертого раза. И тем самым аппарат вычисляет такое среднее значение и выдает наиболее точное значение. Я сравнивал его с тонометром и ND. На мой взгляд, даже он измеряет немного точнее. ND иногда завышает давление, к нему есть в этом плане претензии. Давайте же теперь поговорим про телемедицинские функции, то есть про сопряжение со смартфоном. Здесь есть три версии этого тонометра. Есть версия Bluetooth, есть версия GSM с сим-карта, есть версия с Wi-Fi. У нас версия сейчас с Bluetooth, которая подключается к мобильному приложению. Версия же с GSM и Wi-Fi, она подключается, настраивается первый раз при покупке. Регистрируется аппарат и сразу с облаком регистрируется этот аппарат и передает автоматически данные уже при каждом измерении. Здесь же мы устанавливаем приложение. К сожалению, нет приложения на iOS, есть приложение только для телефонов на Android. Приложение называется Gemocard. Вот, мы его открываем и пробуем соединиться с тонометром. Здесь мы видим, что у нас сейчас не соединен тонометр. И давайте попробуем это сделать. Так, подключить. Нажимаем подключить, ждем. Статус подключен. Вот, на самом деле приложение не совсем удобное в плане юзабилити. То есть, тут есть еще над чем работать по дизайну. Но, вот я несколько раз уже подключал. Подключается оно стабильно и, на мой взгляд, работает довольно-таки неплохо. Здесь мы можем посмотреть мои прошлые измерения. То есть, я вот сегодня измерял, у меня было давление 103 на 63. Вот, и теперь мы можем начать измерение прямо из приложения. Здесь кнопочка старт. Да, еще один интересный момент. Здесь этот тонометр предназначен для работы с двумя людьми, с двумя членами семьи или с двумя пользователями. Здесь есть пользователь 1, пользователь 2. Мы переключаем в мобильном приложении. Сейчас вот пользователь 1 выбран. Вот, у каждого ведется своя отдельная история и показывается уже на экране. Также мы можем посмотреть историю второго человека, переключить. Но второго здесь не было, поэтому истории нет. Также мы можем переключить давление, переключить вот эти вот профили на самом тонометре. Для этого нам нужно нажать кнопки влево посередине или вправо посередине. Вот у нас профиль P1. Оп, не то нажал. Еще раз. P2. В P2 у нас опять же нет измерений. Я никому не давал этот тонометр пока. Здесь только мои измерения. Переключаем в P1. Здесь, кстати, есть история моих замеров. Замеры и серийные есть. Есть замеры. В общем, разные. Серия отменена где-то. Вот, то же самое мы можем посмотреть в мобильном приложении. Давайте попробуем померить через мобильное приложение. Нажимаем старт. Вот пошло измерение. Постараюсь не говорить. 118 на 69. Вот, произошел замер. Появляется результат на экране смартфона. И мы можем передать этот результат в облачную систему. Вот, дальше это измерение появится здесь, вот, в облаке. Видимо, через время можно добавить комментарий. Вот, и также надо сказать, что в настройках приложения настраивается настраивается мой почтовый ящик и пароль, то есть мой профиль в личный кабинет на сайте гемокарт.axmo.ru Вот, и все эти данные доступны также в компьютерной версии, то есть через браузер. Вот, и все эти данные доступны. Произошло второе измерение. Мое второе давление 111 на 65. Оно немного отличается от первого, которое было в серии. Поэтому тонометр решил мне назначить еще одно измерение. И тонометр усреднил показания, и мое итоговое давление 113 на 68. Теперь это давление будет передано в облачную систему. Вот, я думаю, что мы его сейчас даже увидим здесь. Почему-то еще не видим. Возможно, увидим через время. Здесь, кстати, можно увидеть, что показывается наличие аритмии. Но у меня, слава богу, этого нет. Вот, здесь не отмечен пункт возле аритмии. У меня, слава богу, пусто. Вот, а так могло быть здесь отметка. Показываются пульс, время, систолическое и диастолическое артериальное давление. Ну что, хочется подвести некоторые итоги. И мое давление 113 на 68. У меня примерно такое давление есть. По точности вопросов нет. Надо сказать, что у российских разработчиков получился довольно неплохой аппарат, который может смело конкурировать с европейскими, американскими и японскими брендами. То есть, он выглядит внешне хорошо. Главное, что главное, он имеет довольно высокую точность измерения. И ребята этим, на самом деле, гордятся. И это одна из основных фишек этого тонометра, который имеет у себя высокоточные сенсоры, который имеет серийное измерение давления. Ну, как я уже объяснял, несколько раз может мерить. Поэтому главное есть. Остается, как мне кажется, немного доработать софт, который немного страдает в плане юзабилити соединения с мобильным приложением. И будет отличный аппарат. Стоимость данного тонометра 15 тысяч рублей сейчас, на данный момент, он продается. На мой взгляд, цена, конечно же, немножко дороговатая, немножко завышенная. Но, однако же, не стоит забывать, что здесь есть такие функции, как измерение пульсовой волны, как определение ритмии, ну и функции Bluetooth передачи на мобильное приложение. Надо еще сказать, что эта функция Bluetooth, она позволяет коннектиться не только с родным мобильным приложением. Она может, например, соединяться с таким продуктом, как Телемедхаб. Это устройство, которое собирает данные, медицинские данные с разных устройств. В частности, вот к Телемедхабу подключен этот тонометр. И может быть подключен также тонометр Гемодин. То есть это дает сразу неплохие такие возможности именно для работы уже в части телемедицины. Когда мы можем давать этот тонометр человеку домой, а на другой стороне будет врач наблюдать за его показателями артериального давления. Ну, надо сказать, что наличие Bluetooth-модуля и возможность передачи данных по Bluetooth в облако, а, кстати, даже еще не только Bluetooth, мы забываем. Это у нас Bluetooth-версия, есть версия GSM, есть версия Wi-Fi. Она открывает, на самом деле, довольно большие перспективы с точки зрения дистанционного мониторинга пациентов, когда врач может давать такой тонометр пациенту домой и наблюдать этого пациента дистанционно, корректировать ему терапию и видеть все его данные в удаленном режиме, когда пациенту ничего не нужно, просто пациент измеряет давление периодически. И врач на другом конце у себя в кабинете может видеть удаленно, дистанционно все данные пациента и корректировать ему, допустим, лечение. То есть это такой большой шаг в плане цифровизации вообще отрасли. Измерение артериального давления такая сфера, на самом деле, достаточно консервативная. И мы видим не так много таких тонометров подобных. Вот с недавнего времени A&D вот сделала что-то подобное, но, надо сказать, сравнивать эти тонометры не совсем корректно, потому что они все-таки находятся в разной весовой категории. Здесь очень простое измерение давления, здесь есть одна всего лишь кнопка, здесь есть передача на мобильное приложение и все. Здесь же функционал довольно-таки расширенный и функций уже больше. Поэтому хотелось похвалить наших разработчиков за то, что сделали неплохое устройство. Надеюсь, вот опять же из моих пожеланий это доработать, конечно же, приложение и немного, может быть, снизить стоимость, сделать ее более демократичной. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Пока.